Здравствуйте! В эфире информационная программа «Панорама» в студии Татьяны Тестовой. Вначале коротко о главном. Пожар на Плотинной. В четверг вечером на одной из дачи в Мирном в огне погибли два человека. Повелитель Молота. Что для ковки используют современные кузнецы в Ленске? Опять двойка. Десятки мирнцев написали тотальный диктант на низшую оценку, недовольны результатами журналисты медиакомпании. И к первой теме. Пожар в Мирном унес жизни двух человек. Об этом сообщают сотрудники местного управления МЧС. Еще одного человека специалистам удалось спасти. Мужчина получил сильные ожоги. Сейчас он находится в искусственной коме, подключен к аппарату ИВЛ. О возгорании деревянной дачи на третьей Плотиной диспетчеры узнали 15 апреля в девятом часу вечера. На момент прибытия огнеборцев из строения выходил черный густой дым. Пламя разошлось по всей площади. Это 42 квадратных метра. Пострадавшего без сознания нашли спустя две минуты. А позже на втором этаже пристроенной мансарды обнаружили два трупа. Сейчас причины возгорания уточняются. О днем вранье в Ленске от укусов бродячих псов пострадал ребенок. Свора собак напала на школьницу недалеко от автобусной остановки микрорайона Алроса. Отбиваясь от животных, девочка упала и собаки накинулись на нее. Фотографии, на которых видно место укуса, разлетелись по соцсетям. Спас ребенка, проходивший мимо мужчина. Родители пострадавшей девочки подали заявление в службу по отлову собак. Двух поймали и сейчас держат в пункте передержки. Осталось еще две, но они пока испугались самого отлова и разбежались. Они сейчас рассредоточены на Алроса, то за гаражами бегают. Соответственно, в последующие дни также будем продолжать отлов. Продолжаем. В Якутии остается около десятка населенных пунктов, куда до сих пор не доставили вакцину от коронавируса. Прокомментировала Ольга Балабкина, зампредправительства республики. При этом в Якутию поступает еще одна вакцина от новосибирского центра «Вектор». Ее смогут поставить маломобильные граждане, не выходя из дома, рассказали на брифинге оперштаба республики. Основное отличие «Векторовской вакцины» от вакцины «Спутник» заключается именно как раз в условиях ее более лучшей транспортировки и не требования для этого соответствующего холодильного оборудования. В связи с чем, на настоящий момент охват лиц, которые маломобильны, у нас будет значительно больше, в том числе и по территории республики. В региональном министерстве здравоохранения также прокомментировали, на прививку от коронавируса «Эпивак» «Корона» центра «Вектор» можно записаться уже сейчас. В приоритете на получение этой вакцины находятся маломобильные граждане. Маломобильные граждане – это те люди, которые относятся к группе риска в отношении заболевания новой коронавирусной инфекцией. Они уязвимы в отношении коронавируса. Зачастую в поликлинику им прийти непросто. Для этого нужно позвонить в колл-центр медицинской организации и вызвать медицинских работников для вакцинации. Несовершеннолетним пока нельзя делать прививку от коронавируса. Об этом рассказали разработчики препарата «Спутник Ви». Исследования для детей пока не проводились. То есть исследования, когда посмотрены все отдаленные, более-менее отдаленные и неотдаленные последствия применения вакцины. Пока эти клинические исследования, естественно, не реализованы, говорить о возможности применения вакцины у детей абсолютно нельзя. Тем временем в Якутии количество заболевших резко возросло. Минимальное число инфицированных выявили 13 апреля – 28 случаев. Максимальное число зафиксировали 16 апреля – 49 заболевших. Кузнец. Человек, подчиняющий себе металл. Он уже не работает в закопченой кузнице, где только щипцы, молоты, наковальня. В Ленских авторемонтных мастерских – современный кузнечный цех. В нем более 20 лет трудится Сергей Пилипенко. Его молотом выкованы тысячи деталей для производства. Как ему работается с горячим железом, посмотрела наша съемочная группа. В этом помещении шумно и жарко. Здесь работает кузнец Сергей Пилипенко. Большинство заготовок у нас уходит на механический участок. Мы туда делаем и заготовки для резцов, заготовки для каких-нибудь исполнения деталей, подпятники, гнем. Немного делаем инструменты для слесарей, молотки, кувалды, монтажки. Также водителям делаем необходимый для них инструмент. Пара движений и Сергей легко придает стали утонченную форму завитка или идеальный прямоугольник для молота. Чтобы работать кузнецом сегодня, необязательно иметь особые физические данные. Ручной молот заменил пневматический. Один его удар равен сотням килограммам. Работа не начнется без растопки горна. В нем всегда нужно поддерживать определенную температуру. За один рабочий день уходит 40 килограммов угля. Чтобы работать с железом, его надо растопить до цвета горящей свечи. Температура ковки металла начинается от 1250. Но, соответственно, чтобы до этой температуры его разогреть, надо, чтобы в горне была температура больше. По цветам коления у нас кончается 1500-1600. В работе Сергея есть место и творчество. Иногда поступают необычные заказы. Лавочки и уличные кашпо летом украшают территорию Алмаз-Дуртранса, напоминая о ручном труде кузнеца. Марина Крутихина, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». И к другим темам. В отдаленных населенных пунктах Якутии началась Всероссийская перепись населения. Это первый этап, который охватит 15 районов. Основной и самый масштабный пройдет с 23 августа по 30 сентября. В него вошли Мирненские и Ленские районы. Пройти перепись можно будет несколькими способами. Первый – это, естественно, обход переписчиков по домам. Второй способ – это на стационарных участках можно будет подойти, где будет также сидеть переписчик и пройти перепись населения. И третий способ – это через портал госуслуги. В переписи участвуют граждане от 14 лет. С этого возраста молодые люди могут создать свой аккаунт на госуслугах. Информацию о детях помладше предоставляют родители. «Надежник» звучит надежно. В связи с реорганизацией ремонтной службы в Удачинском ГОКе «Алроса» появилась новая профессия – специалист по надежности. Что входит в его обязанности, расскажет Ирина Балкова. Не погладишь – не поедешь. Ремонтные участки центра комплексного сервиса – как живой организм. Каждая единица оборудования нужен специальный уход. Только тогда оно будет надежно работать. А следит за этим Виталий Мамаев – главный специалист по надежности удачнинского ГОКа. Основная задача направления надежности – это вытекает из самого названия «Повышаем надежность оборудования». Ведь мы все с вами потребители, покупая какую-то вещь, какое-то оборудование, если это предприятие, наше желание, чтобы это оборудование работало надежно и безотказно. То есть в этом состоит основная задача направления надежности – обеспечить надежную работу оборудования. Начальники ремонтных участков надежнику в помощь. Постоянный комиссионный контроль за соблюдением техники безопасности на производстве и правильная эксплуатация оборудования – главная составляющая ее долгой и безотказной работы. Ранее частично обязанности надежника вложились на плечи механиков. Ну, задачи, наверное, остались те же. То есть это чтобы вся техника, все оборудование работало исправно и по возможности не ломалось. Собственно, надежник, и он и отвечает за надежность. Человек в этой профессии должен не только знать и разбираться в спецтехнике, но и быть творческим. В некоторых случаях очень тяжело понять, почему происходят те или иные отказы, сбои, поломки. И вот здесь вот как раз и необходимо, наверное, мышление творческое, нестандартное. Виталий Мамаев в этой профессии всего полгода, но уже сейчас с уверенностью отмечает – качество ремонтных работ улучшилось, работоспособность оборудования повысилась. Ирина Балкова, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край». В Мирном только четыре человека написали тотальный диктант на пятерку. Результаты акции появились на официальном сайте. 10 апреля в «Алмазной столице» проверяли грамотность на пяти площадках в библиотеке, в аудиториях МПТИ и классах 26-й школы. Отрывок из текста Дмитрия Глуховского моря под диктовку написали 136 человек. Количество ударников, троечников и двоечников в Мирном не считали. Впрочем, среди последних точно десятки. Если говорить о статистике ошибок в тексте диктанта этого года, по всей стране больше всего было пунктационных. Хотя и в орфографии оказались свои нюансы. В первой части было слово «тормошить», которое писали с ошибками, меняя второе «О» на «А», видимо, проверяя тормашками. Во второй части больше всего ошибок было в слове «промокнуть», в корне которого ошибочно писали «А». Дело в том, что когда-то такое написание было правильным, и участники пытались это доказать, апеллируя к старым словарям. Еще одна важная миссия «Тотального диктанта» состоит и в этом. «Мы объясняем, что нужно пользоваться современными изданиями, а не словарями, изданными почти сто лет назад», рассказал Владимир Пахомов, председатель филологического совета «Тотального диктанта». С этими словами у коллег из «Алмазного края» трудностей не возникло, ошиблись в других местах. Напомним, перед диктантом журналисты Александр Шишуков и Кристина Коширина заключили пари. В итоге оба написали диктант на тройку. Результатом недоволен. В прошлый раз был намного лучше, когда я писал «Тотальный диктант». Недоволен тем, что не успел подготовиться, потянуть свои слабые места, которые я знаю, и именно в них я и ошибся. Кто же все-таки победил? Победила, наверное, дружба, а по ошибкам я. Фотограф из Якутии победил в международном конкурсе серия «Сахавут». Об этом сообщает портал республиканского правительства. Работы документалиста признали лучшими в номинации «Проблемы современности». На фотографии, которая входит в серию, изображены близнецы Семен и Степан во время съемок якутской сказки «Старушка Бейбарикен». Это огромная радость и честь стать победителем в столь высоком и важном конкурсе, за которым следит весь мир. Я учился фотографии благодаря этому конкурсу, учился в фото-журналистике, часами просматривая удивительные работы победителей прошлых лет. Никак не мог представить, что это когда-нибудь произойдет. Слишком крутая конкуренция. Поделился своей радостью фотограф. Радостью готов поделиться со зрителями и наш СММ-специалист Никита Кисляков. В ТикТоке «Алмазного края» новый рекорд этого месяца. Десяткам тысяч подписчиков понравилась новость про 25-рублевые монеты. Традиционно в конце недели рассказываем, что нового произошло в интернет-жизни медиакомпании за последние 7 дней. Сергей, где вы смотрите телеканал «Алмазный край»? На ТикТоке. Логично. Конечно. Сергей – семитысячный подписчик нашей страницы. И, возможно, благодаря его просмотру, видео с 25-рублевыми монетами стало самым популярным за неделю. Сколько будет действовать вакцина от коронавируса? Комментарий разработчика появился в нашем эфире и на всех интернет-площадках. Вы можете с ним ознакомиться. А мы возвращаемся к денежной теме. В Ленском районе на аукционе продали лошадь – черного красавца якутской породы. У меня есть сам жеребец, чтобы держать таблон. И вот поэтому я решил выставить на аукцион, чтобы соседние хозяйства получили свою породу. На этом пока все. Еще больше новостей на нашем сайте и в социальных сетях. Не забывайте подписываться. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова